Продолжение следует... Матерей в последнее время в республике уделяется особое внимание. О вопросах сохранения здоровья будущих мам мы говорим сегодня с заведующей Центром репродуктивного здоровья и планирования семьи Оксаной Чабан. Оксана Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Ваш центр создан не так давно, всего лишь 4 года назад. Как вы чувствуете, как вообще работает, и как вы чувствуете поддержку государства? Удивительное событие, которое произошло 4 года назад, это совместный договор, который заключило правительство нашей республики. с Международной организацией объединенных наций. Результатом совместных усилий явилось создание нашего центра. И без поддержки государства это было бы невозможно, потому что основную часть на себя взяла наше государство. Это выделение практически лучших помещений и площадей в центре города. Это хороший, качественный ремонт данных площадей. И это содержание на бюджете у здравоохранения. В общем-то, работы всего персонала нашего Центра репродуктивного здоровья, который является структурным подразделением Центра матери и ребенка республиканского. То есть более такой обильной структуры. Как за время существования Центра изменилось качество и количество услуг, вами предоставляемых работ, которые вы производите? И как техника? Следите ли вы за новинками и можете ли вы их у себя внедрять? В течение последних лет количество женщин, которые и мужчин, которые смогли посетить наш Центр увеличилось примерно на 15%. Среднегодовая цифра посещаемости это 17 тысяч человек. Но сюда если подключить еще и молодое поколение, которое посещает наши тренинговые залы, которые являются одной из неотъемлемых частей работы нашего Центра. В нашем арсенале есть психолог. И в тренинге в издалах мы проводим современную работу с молодежью. Это не только лекции, это тренинги, это социальный театр, это групповое консультирование, индивидуальное консультирование. И проблемы молодежи являются базовыми, в том числе и в работе нашего учреждения, наравне с Центрами дружественной молодежи, которые тоже есть в Террасполе-1 и в Рыбнице. Оксана Сергеевна, что Вы можете сказать о репродуктивном здоровье преднестровских женщин? Патология вообще увеличилась или нет? Самое основное, когда мы считаем себя здоровым. Здоровье, как охарактеризовано Всемирной организацией здравоохранения, это не просто отсутствие заболеваний органов и систем, в том числе и репродуктивных, но и состояние полного физического, психического, духовного, экономического благополучия. Таким образом, здоровье определяет кто? Медик, доктор или сам человек? Конечно же, состояние здоровья должен определить индивидуум, он здоров или нет. А для того, чтобы сохранить здоровье, необходимо знать базовые, основные понятия, а когда мы здоровы, а что нас должно заставить прийти к врачу, или как часто нужно пройти профилактический осмотр, даже если ничего не беспокоит. Касательно репродуктивного здоровья, это очень действенно и распространено, как во всем мире, так и у нас. Профилактические осмотры, которые направлены на ранние выявления, например, онкопатологии репродуктивных органов, могут выявить ранние формы и предотвратить запущенные, а в некоторых случаях полностью предотвратить, например, такое грозное заболевание, как рак шейки матки или рак молочной железы. Систематические профилактические осмотры могут предотвратить и запущенные воспалительные заболевания органов репродуктивной системы, и гормональные нарушения, и весь спектр проблем, связанных с рождением детей, основной функцией эмиссии репродуктивной системы. Но с какими патологиями вы сталкиваетесь чаще всего и не помолодели ли они? Основные проблемы, на которые направлены наш спектр влияния, это первая патология шейки матки. У нас действует работающий с утра до вечера кабинет специализированной помощи женщинам, профилактической и лечебной. Второй спектр, на который направлены наши усилия, это работа с предгравидарной, то есть подготовкой супружеских пар к беременности, лечения бесплодия и ведения сложных случаев беременности, осложненных дополнительной патологией других органов систем или течением самой беременности, ведения сложнейших случаев невынашивания, которые также диагностироваются и ведутся на учете в нашем центре. Следующая группа услуг, которую мы оказываем, это эндокринологические проблемы гинекологического или репродуктивного характера, как у мужчин, так и у женщин, у пары, скорее, правильно было сказать, потому что бесплодие сегодня приобретает 50 на 50% фактор мужской и женский. Таким образом, когда пара сталкивается с проблемой отсутствия детей, а сегодня эти критерии значительно сократились, если год пара прилагает усилия к тому, чтобы стать мамой и папой, это не получается, есть тревога, и необходимо четко посетить специалиста для того, чтобы не запускать проблемы, которые могут быть. А форм бесплодия очень много. То есть вы следите в том числе и за репродуктивным здоровьем мужчин. Кстати, вот хотела задать этот вопрос, потому что часто, особенно в стародавние времена, считалось, что если у пары нет детей, то это проблема женщины, это она бесплодна. Но дела обстоят совершенно иначе, медики доказали это. И вот как мужчины, как часто вообще они обращаются вообще? Как вы сталкиваетесь с этой проблемой? В нашем центре очень часто можно увидеть мужчин, которые ждут очереди к врачам наравне с женщинами, потому что проблемы семьи сегодня правильно, модно и разумно лежать вдвоем. Нет проблемы семейной, которая бы касалась только одного из супругов, особенно рождения детей. И у нас в центре можно мужчине пройти очень большое количество обследований для выявления основной формы бесплодия. Если выясняется серьезная патология, мы подключаем к арсеналу урологов, специалистов более узких при необходимости. Если формы гормонального бесплодия, присоединяем эндокринологов. И вместе в таком вот комплексном терапии нам практически удается достигнуть хороших результатов оздоровления супружеских пар, которые наблюдаются в нашем центре по бесплодию, очень высоко. И мы радуемся нашими результатами лечения таких сложных форм бесплодия, как эндокринные. Но эндокринологи – это специалисты вашего центра, или вы подключаете специалистов других областей? Значит, это могут быть как наш собственный гинеколог-эндокринолог, так и эндокринологи общего профиля, которые у нас в республике принимают. В поликлиниках есть эндокринологическое отделение. Мы поддерживаем взаимную связь со всеми узкими специалистами, потому что, как правило, бесплодие – это причина поломки всему организму. Очень в редком случае мы можем найти исключительно проблему репродуктивной сферы. Возможно, что и другие органы системы сопутствуют каким-то изменениям. Как часто ставится диагноз бесплодие, и как часто вы можете его преодолеть? По общемировой статистике бесплодие устанавливается примерно в 30% случаев супружеских пар. Это достаточно большая цифра. А если еще учесть, что у нас в республике показатели общей рождаемости, не так высокие смертности, то хотелось бы оздоровить все супружеские пары, чтобы мы могли 100% на каждой паре дать здорового ребенка. И это реально и возможно, только для этого нужно усилие. И самое основное, что об этом надо начинать думать, когда девочке и мальчику уже 14-15 лет. Настолько рано, да? Настолько рано, потому что основы репродуктивной системы закладываются в подростковом периоде. И что удивительно, именно этот период у нас выпадает из поля зрения медицины. Потому что педиатрическая служба нацелена на малышей и все усилия поднять, вырастить ребенка. Педиатрическая служба, в общем-то, так и работает. Терапевтическая служба нацелена на взрослое население. А подросток, который считает себя уже физически сформировавшимся вроде как взрослым, ему неловко пойти к педиатрическому кабинету, где стоят малыши и мамы с колясками. Он боится пойти к кабинету, где он может увидеть бабушку, соседей по двору и так далее. И получается, что репродуктивный подростковый возраст выпадает из поля зрения медицины. А вот для этого и необходимо санитарное просвещение и половое воспитание в школе. Многие относятся к половому воспитанию несколько с настороженностью. Но мы говорим только об одном, что девочка, к которой начинаются циклические изменения молодой человек, должна знать анатомию и физиологию своего организма, чтобы вовремя определиться с нарушениями. Ведь гормональные нарушения, которые потом приведут к бесплодию, как правило, складываются уже в 14, 15, 16 лет. К тому же это начало уже такой активной социальной жизни, и, как правило, неправильный образ жизни потом очень часто. Вообще какие факторы негативно влияют на репродуктивное здоровье? Если мы рассмотрим основу репродуктивного здоровья и молодежь, то давно и четко выявлено, что основные факторы, которые разрушают здоровье молодежи, это первое, это инфекции, передающиеся половым путем. И связано это с тем, что возраст интересный, гормонально насыщенный, возраст проб и ошибок. И, как правило, когда не установлена четкая грань, что такое хорошо и что такое плохо, ради интереса это могут многие сделать, если вовремя не насторожить и не дать четкую информацию. Инфекции, передающиеся половым путем, а за этим идет целая череда заболеваний, разрушающих как здоровье девушки, так и парня. Следующий сложный фактор, который разрушает здоровье девочки, это незапланированная беременность. И вот, увы, в Тирасполе даже за 9 месяцев этого года уже было сделано более 1300 прерываний беременности в Центре Матери и Ребенка в Тираспольском. Из них 10%, 9,8% сделаны девочкам, девушкам до первых родов. То есть это была незапланированная беременность. То есть мы еще пользуемся этим варварским методом планирования семьи, вообще прерывания, да, контрацепции, что незнакомо нашим. Мы приходим к выводу, что половое просвещение по возрастам необходимо. Возможно, даже средняя школа, вузы, мы должны пропагандировать, четко сформулировав систему ценностного отношения к своему здоровью. А это требует определенных знаний и навыков. Для того, чтобы была мотивация, это сделать сложно, этому надо учить. Должна быть подготовлена команда, которая может это преподнести в школе, в техникуме, далее по жизни, настроить и подростков, и взрослых своевременно обращаться, чтобы проблемы здоровья были не государственными, не системы здравоохранения, а каждого индивидуально. Вот тогда вместе мы это сделаем. И, между прочим, мое глубокое убеждение, что без средств массовой информации мы не можем решить вопрос о здоровье нации. Потому что иногда, когда мы говорим и о инфекциях, передающихся половым путем, и о незапланированных беременностях, средства массовой информации играют в этом очень большую роль. Потому что есть пропаганда любви, пропаганда секса, но нет противовеса... Пропаганда семьи, пропаганда здорового образа жизни и так далее. Совершенно согласна с вами. Что нужно делать будущей маме, женщине, девушке, для того, чтобы обрести счастье и материнство? Как часто нужно посещать врача? Я бы сказала так, что если вы хотите быть здоровым, то важно вести здоровый образ жизни. Важно полноценно питаться. Важно вовремя ложиться спать. Важно не употреблять опасные для организма вещества. Сюда можно отнести алкоголь, курение и наркотики. Важно жить в психологически хорошей среде и в школе, и дома. Потому что начиная с подросткового возраста, когда агрессивность начинает присутствовать, начинает присутствовать насилие любого вида, в том числе и психологического, разрушается организм. Будьте терпимы друг к другу, особенно к вашим молодым в подростковом возрасте детям или знакомым, или друзьям и так далее. Важно вовремя заметить, что что-то происходит не так. Если мы говорим о здоровье женщины, любой характер болей в области репродуктивных органов и у мужчины. Если вы видите, что ваш цикл стал нерегулярным, казалось бы, тема деликатная, но обойти такие слова мы не можем, если мы хотим говорить о здоровье. Если вы видите, что вы стали повышенно утомляться, у вас стал прерывистый сон, вы не можете сконцентрироваться на мыслях, посетите сначала вашего семейного врача-участкового, придите к нам в центр, мы сможем провести четкое консультирование по вопросам тревожащих вас, по вопросам планирования семьи, по вопросам контрацепции, по вопросам инфекции, передающихся половым путем, по вопросам профилактики онкологической патологии. И этот блок проблем есть в запасе у любого врача. Терапевта, декринолога, кардиолога. У нас работают школы с различным направлением, в том числе школы матерей и предгравидарная подготовка, которую можно посетить как групповое, как в группе, так и индивидуально. Оксана Сергеевна, спасибо вам огромное за важную и очень интересную беседу. Надеюсь, что, может быть, наш с вами разговор, если даже хотя бы одного человека подвигнет изменить свой образ жизни и задуматься, пойти к врачу, это уже будет хорошо. Хорошо, действительно, эта тема деликатная. Почему-то как-то у нас в обществе, ну, долгое время, в Советском Союзе же секса не было, нельзя было об этом говорить. Но говорить об этом нужно, потому что речь идет не только о здоровье людей, о здоровье нации, но и вообще о выживании нации, потому что без детей у нас не будет будущего. Спасибо вам огромное за вашу работу, за ваш рассказ. Всего вам самого хорошего. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Скажем прямо, тот, кто хочет быть здоровым, должен позаботиться об этом сам. Ни врачи, ни лекарства не могут заменить собственных усилий, особенно это касается такой важной и деликатной сферы, как репродуктивное здоровье женщины. Но все эти усилия стоят того, ведь без них не будет и собственного здоровья, и счастья материнства. Здоровья и удачи вам. И до встречи. Субтитры подогнал «Симон»